МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для милых дам в Бийске для мам, воспитывающих детей-инвалидов, провели бесплатный концерт. Неделю без электротранспорта и в какие районы города восстановлено движение трамваев. Итак, мы начинаем. Пострадавшего водителя пришлось вытаскивать из автомобиля. Сегодня утром в Бийске прямо на въезде произошла серьезная авария. Легковушка на большой скорости въехала в фуру. Грузовик целый, а вот иномарка практически сложилась. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Чуйском тракте в районе поворота на село Лесное. По предварительным данным, водитель фуры, за рулем которой находился 29-летний мужчина, при выезде на трассу не уступил дорогу легковушке. Но и водитель иномарки двигался на большой скорости. В автомобиле Киа помимо водителя находился пассажир. От сильного удара машина превратилась в груду металлолома. Подушка безопасности у водителя не сработала. Возможно, ее там и не было. Парня зажало и пришлось резать железо, чтобы достать пострадавшего. Как рассказали очевидцы, в автомобиле находились военнослужащие. Участников ДТП в тяжелом состоянии доставили в центральную городскую больницу. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. Продолжают пробивать пути. В Бийске практически полностью восстановили движение трамваев. Единственное, не получается пока запустить маршруты до лесозавода и льнокомбината. Ровно неделю назад после обильного снегопада в Наукограде перестал ходить электротранспорт. Пути оказались засыпаны снегом и пробить их не смогли даже спецпоезда. Движение восстанавливали постепенно. Уже сейчас можно добраться и до промышленной зоны, и до центра, и даже до Заречья. Но не до конечной остановки льнокомбинат, а лишь до Свердлова. Там все еще продолжаются работы, собственно, как и в районе лесозавода. Пути очищают с помощью дорожной техники и вручную. Работа ведется в круглосуточном режиме. Отметим, что в настоящее время трамваи в Бийске ходят не по основному графику. Временно внесены изменения в расписание, и интервал движения по некоторым маршрутам увеличился. После того, как электротранспорт пустят до лесозавода, трамваи будут ходить по привычному расписанию. Новую поликлинику построят в Зональном районе. Старое здание, где сегодня принимают пациентов, находится в аварийном состоянии. Первые шаги на пути большой оздоровительной стройки уже сделаны. В ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проекта смертной документации. Этапы строительства накануне обсудили власти региона, представители Краевого министерства и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Лечить скрипучую лестницу и накладывать новую штукатурку в здании поликлиники села Зональное уже бесполезно. Это не поможет. Все скрипит, все валится, все рушится. Сзади рушится, все. Пора строить новое. Еще в 2013 году первое построенное в Зональном районе многоэтажное здание признали аварийным. Даже капитальный ремонт, которого здесь ни разу не было за все 90 лет, ситуацию не спасет. Идет разрушение, постоянное разрушение фундамента идет. Вот там трещина уже, фундамент. Это начало. Масса предписаний о том, что нужно изменить то, изменить это. Но для этого нужно изменить конструктив здания. Начнем с той же самой лестницы, которая является частью конструктив. Это лестница на второй этаж. Площади кабинетов врачей, кабинетов специалистов, они не соответствуют необходимым площадям по СанПИДам. Двухэтажное здание однозначно снесут. Но прежде возведут новое, которое будет отвечать всем современным требованиям. Планируется, что стройка развернется на территории существующего больничного городка, где есть коммуникации и создана вся необходимая инфраструктура. Это у нас краевое учреждение, но вопрос общий и работа она будет общая. То есть понятно, что заказчикам работ, что деньги краевые, что это будет Минздрав. Но наша реальная практическая помощь и участие в этой работе, оно тоже будет абсолютно необходимо. Это вот в основном на первом этапе. То есть не только контроль, реальная работа. Несколько лет назад надежда на строительство новой поликлиники уже была. Возвести здание хотели в рамках краевой программы 80 на 80. Однако позже объекты списка исключили. Но в районе руки не опустили и продолжили добиваться своего. В этом году при поддержке краевых властей и депутата Государственной думы Александра Прокопьева удалось реально продвинуться. Процесс запущен и мы нашли понимание в Минздраве Алтайского края и непосредственно у губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. И теперь главное объединить усилия. Сегодня мы посовещались, каким образом будем действовать дальше. И то, что называется «Жить этой стройкой» от первого колышка до ее финального завершения, до его открытия. Уже выделены деньги на составление проектно-сметной документации. Эта работа начнется в 2021 году. При этом нужно понимать, что расчеты, экспертиза проекта, определение подрядчика потребует немало времени. Где-то к маю, к июню у нас определится проектная организация. И к концу 2022 года мы планируем получить уже готовый проект с положительным заключением государственной экспертизы, чтобы в 2023 году отыграться на подрядные работы и начать строительство. А между тем, оздоровление медицинских учреждений в Зональном районе уже идет. Недавно после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Здесь заменили коммуникации, установили пластиковые окна, появилась новая мебель и медицинское оборудование. Работы проводились в рамках национального проекта здравоохранения. Как вам? Здравствуйте. В такой атмосфере работается? Приятно, конечно. Ну да. Здесь прям классно сделали. Ремонт прям очень здоровый. Деткам нравится, и нам. Представление о медицине в Зональном районе меняется. В этом году почти на 16 миллионов рублей отремонтируют терапевтическое отделение больницы. Закупят новое диагностическое оборудование. И сейчас появилась не надежда, а уверенность в том, что и поликлиника действительно будет построена. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. А теперь расскажу о ковид-статистике. В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 122 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле 33, в Бийске 14. По состоянию на 9 марта на лечении в инфекционных госпиталях региона с диагнозом коронавирусной инфекцией находится 1349 человек. Кроме этого 521 пациент с диагнозом вирусная пневмония. Количество тяжелобольных 340. Из них подключено к аппаратам ИВЛ-106. По данным оперативного штаба, за сутки выздоровели 96 пациентов. Умерли 14 человек. 11 из них от ковид-19. Мы продолжаем и вот о чем расскажем дальше. Смешно, а важным. Впервые после пандемии в Бийске прошла игра клуба веселых и находчивых. Для милых дам в Бийске, для мам, воспитывающих детей инвалидов, провели бесплатный концерт. Встречай весну! С нами новая весенняя коллекция курток по оптовым ценам уже в Ермаке. Митрофаново, 35, остановка «Вокзал». В Бийске прошла первая игра КВН в этом году. На сцене педуниверситета после долгого перерыва молодые юмористы покоряли зрителей. Три команды из разных учебных заведений традиционно показывали визитку, биатлон и разминку с залом. Для кого-то это был первый выход на сцену, а кто-то выступает уже не один год. Единственное, что сложно было, ну, вспомнить, как стоять на сцене. Все. Все остальное очень легко, все быстро вспомнилось, наверсталось и так далее. В чем сложно на сцене стоять? Ну, непривычно. Возникло некое волнение, как будто первый раз. Но волнение не помешало. Именно эта команда КВН, Чепошинский крокодил из Бийского технологического института, стала победителем игры. И веселыми шутками. Второе место у команды КВН Белкинхаус из Бийского лесхозтехникума. Третье у КВНщиков из АГГПУ. Команда КВН 3D. Шутки были на разные темы, много актуальных. Дороги, политика, студенческая жизнь. В планах у этих молодых ребят покорять большой экран и представлять наш город на федеральном уровне. Так, как сделала команда КВН из Бийска модуль сдвига в начале 2000-х. А вот идея возродить КВН именно в педуниверситете принадлежит студенту Денису Щербакову. Еще год назад он пытался организовать игру в ВУЗе, но из-за ограничений не удалось. В этом году желающих играть и смешить бийских зрителей много. И организаторы игры надеются, что это мероприятие станет толчком для возрождения игры КВН в ВУЗе, а возможно и в городе. КВН все еще жив. КВН все еще интересует людей. Я вдохновлен самой этой идеей. И безусловно, мы продолжим делать это дальше. Мы продолжим создавать игры. Может быть, откроем лигу в Бийске. Бесплатный концерт для женщин, которые воспитывают особенных детей, прошел в Бийске. Накануне 8 марта представительниц прекрасной половины человечества развлекали мужчины. Из вокального трио «Вояж». Подробности в нашем следующем сюжете. Бесплатный концерт к 8 марта для женщин, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Это идея бийчанки Маргариты Степановой. Спонтанный проект поддержали в Пит-колледже. А после к нему присоединились и другие творческие коллективы. И получился настоящий праздник. Родителям, мамам, бабушкам им трудно. И, конечно, хочется отдохнуть. И трио «Вояж» хотела бы подарить им праздник и позитивные эмоции. У бийчанки Светланы Музыченко особенный ребенок. Любимая дочка Варвара родилась с диагнозом детский церебральный паралич. Ее жизнь – это постоянное напряжение, тренировки, реабилитация ребенка. Приглашение на концерт стало приятным сюрпризом. Поговорила с мужем, он согласился посидеть с ребенком. Выбрал время остаться и отпустил меня на концерт, чтобы я все-таки отдохнула, набралась впечатлений, послушала. Спрячь судьбу свою в дугую плеть. То, что для многих женщин привычно, для мам особенных детей необычно. Редко им удается, не волнуясь и никуда не торопясь, посмотреть выступления артистов. В самый нежный праздник звезды сошлись. Дети остались с папами дома, а мамы смогли отдохнуть. Праздник необычный. Этот праздник посвящен мамам, которые воспитывают особенных деток с диагнозами. И детский церебральный паралич, и аутизм, и онкозаболевание, сахарный диабет. На данное мероприятие пришли родители не только из Дети Ангела, из организации, но и «Апрель», «Капля жизни», «Идея Виктори». Это все организации, которые объединяют семьи с детьми-инвалидами, с различными заболеваниями. 60 счастливых улыбок, а именно столько женщин смогли прийти на праздничный концерт – это немало. Час в гостях у вокального трио «Вояж» напомнил им о том, что они не только мамы, но и нежные, ласковые, красивые женщины. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Будня. И к новостям спорта. В Бийске состоялся региональный турнир по кикбоксингу памяти легендарного тренера Сергея Апарина. Места на пьедестале почета оспаривали порядка 150 спортсменов, причем не только из Алтайского края. Были гости и из соседнего региона. Турнир состоялся в рамках социально значимого проекта губернаторского гранта «Доступный ринг». Победу в данном проекте одержал клуб «Фаворит». На выигранные деньги приобрели ринг и теперь проводят соревнования. По итогам двухдневных состязаний кикбоксеры клуба «Фаворит» и «Гренада» в общекомандном зачете одержали уверенную победу, опередив представителей краевой столицы. А теперь погодя. 10 марта в Биевске будет переменная облачность. Ветер восточный слабый, сменяющийся северо-восточным. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха высокая. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 5, минус 7. Днем от 0 до 2 градусов тепла. И это все новости на сегодня. Всего вам самого хорошего. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, группах «Бийск мой город» на Ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.